В этом году в Одинцовском районе в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 30 детей. 11 из них в момент беды переходили дорогу. Большинство несчастных случаев произошло в темное время суток, а зимние каникулы, пожалуй, самое опасное в плане детско-дорожного транспортного травматизма время. Чтобы обезопасить наших детей, сотрудники Одинцовского ГИБДД проводят открытые уроки и различные акции во всех учебных заведениях нашего района. Одна из основных акций называется «Засветись». Тренеры Одинцовского детского центра хоккея и фигурного катания также решили не оставаться в стороне от этой проблемы. Они объединились с сотрудниками дорожной полиции и вместе с юными фигуристами подготовили оригинальный флешмоб. Постановщик и режиссер этого флешмоба – тренер Наталья Ждановских. Активную позицию при подготовке занял заслуженный тренер Одинцова Алексей Горшков и другие сотрудники Ледового. Как только мы узнали про эту акцию, все тренеры с удовольствием откликнулись на эту программу, поддержали нашу идею. И тренировки проходили каждый день. Мы сообщали детям правила безопасности дорожного движения. Уделяли этому большую часть времени на тренировках. Репетиции проходили каждый день в течение недели. Постановка получилась зрелищной. В ней присутствовало немало сложных по исполнению элементов. Самое главное, что будущие звезды фигурного катания нашего района теперь точно знают, как важно носить светоотражающие элементы. Чтобы не попасть в никакие аварии, чтобы жить. Конечно, они помогают водителям, чтобы пешеходов не сбивали. Все было хорошо. Нужно закупать вот такие вот светоотражающие браслеты для того, чтобы ходить в темное время суток, чтобы водитель видел тебя издалека. Существует много разновидностей светоотражающих элементов. Например, их размещают на спецодежде, вид у которой скорее рабочий, нежели повседневный и уж тем более не парадный. Поэтому на каждый день больше подойдут такие аксессуары, как браслеты, чехлы для рюкзаков, значки, наклейки, нашивки. Фликеры могут выглядеть модно и оригинально. Но главное, они помогают сохранить жизнь. Сотрудники ОГИБДД рекомендуют носить светоотражающие элементы не только школьникам, но и своим близким и даже носят их сами. Я сама лично пользуюсь всегда этими светоотражающими элементами. Вот, например, я ношу на сумке. И своим детям, маме своей, своим родственникам я всем приобрела и подарила эти светоотражающие элементы. И они тоже с удовольствием носят. Приобрести фликеры теперь можно в любом отделении Почты России, заказать в интернете или купить в специальном магазине. Они могут стать хорошим, а главное полезным дополнением к подарку своим близким на Новый год. Мы соблюдаем ПДД! Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.